Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Толкуем Писание, читаем его с толком, неторопливо, с порталом экзоге.ру. С вами священник Алексей Волчков. Сегодня поговорим о том, одинаковая ли Библия у евреев и христиан. Ну, конечно же, речь идет о Библии в части первой, а именно ветхозаветной. И все знают, что у евреев нет такого понятия, как Новый Завет. Поэтому говорим сейчас о том, совпадают ли, насколько совпадают, в какой мере идентичны те сборники сочинений, которые мы называем, христиане называют Ветхим Заветом, а евреи называют по-своему Танах или просто Библия. Итак, в какой степени можем мы утверждать то, что у христиан Ветхий Завет равнозначен, тождественен тому, что называется у евреев Танахом или просто Библией? Ответ первый на эту проблему звучит так. У нас разные Библии, которые как-то вот сопоставлять и тем более отождествлять неуместно и неправильно. И тут возникают разного рода такие немножко ненаучные утверждения о том, что, дескать, либо евреи свою Библию провели, корректировали в каком-то антихристианском ключе, либо со стороны евреев звучали мнение, что христиане свой Ветхий Завет, свою еврейскую Библию как-то особенным образом переписывали так, чтобы в этом переписывании, в этой новой редакции акцентировать, подчеркнуть какие-то мессианские элементы в этом тексте, которые бы лишний раз подтверждали правомощность христианских верований и убеждений. Но, дорогие друзья, скажем сразу, что такая точка зрения, скорее всего, является неверной. У нас не разные Библии, у нас Библия либо более-менее одинаковая, либо одинаковая Библия. И все подозрения насчет того, что у христиан или у евреев правленные тексты, которые сознательно кем-то модифицировались, модернизировались в целях того, чтобы этот текст подтверждал идеологию той или иной группы, эти мнения являются неверными, неправильными. Вторая точка зрения такая, что у нас совершенно идентичная Библия, и неважно, в какой редакции, в какой интерпретации мы с ней имеем дело, у нас есть огромный пласт общего священного текста, и в этом отношении между иудаизмом и христианством есть много общего. Но вот на секундочку, это много общего составляет вот такую часть, видите, примерно три четверти из всего списка книг нашего священного писания. Вот объем текстуальный, ветхозаветный имеет вот такую толщину, новозаветный корпус текстов имеет гораздо более меньший объем. И поэтому ответ второй такой, что у нас идентичная Библия. И отчасти вот позиция эта является справедливой, потому что, например, вот научное издание Библии, вот у меня есть на столе пример этого научного издания Библии на аутентичном, оригинальном еврейском языке, здесь действительно текст, которым пользуются в одинаковой степени и раввины, и священники, и христианские епископы, и библисты-экзегеты, независимо от того, какой конфессии, какой религии они себя относят. То есть у нас вот такой вот получается есть общий текст, которым мы пользуемся, если желаем всерьез, по-настоящему глубоко разобраться со смыслом, с разными сюжетами по-нашему Ветхого Завета, по-еврейски со смыслом Танаха. Но и тут ответ будет неокончательный. Да, у нас общее Писание, у нас общая Библия с иудеями, но не совсем, но не до конца, потому что утверждение о том, что у нас идентичный священный текст, нуждается в очень важном детализировании, без которого ответ такой, что у нас одна Библия, окажется ну не совсем правильным, не совсем истинным. Да, у нас Библия общая, но не совсем, но не до конца. Есть ряд нюансов, и об этих нюансах я попытаюсь вам так вот немножко общо популярно рассказать. Итак, во-первых, у нас наши Библии вот в этой части Ветхозаветной именуются по-разному. Действительно, в традиции христианской утвердилось обозначение этой части Библии как Ветхий Завет. Но вот слово Ветхий в русском переводе является не совсем удачным, скажем так, потому что Ветхое мы, как правило, сдаем куда-то на утилизацию. Ветхая одежда не носится, Ветхая машина продается или утилизируется, Ветхий дом либо сносится, либо основательная перья устраивается, достраивается. И хоть раньше, когда появился этот самый перевод на славянский язык, слово Ветхий имело другое значение, такое более уместное в этом случае. Например, Древний Завет или Завет Отцов, скажем так. Либо, может быть, такой вот старый, в хорошем смысле этого слова, как, может быть, наиболее зрелый, наиболее мудрый Завет. Вот такой смысл является более корректным, чем русский перевод Ветхий Завет, который как будто бы генерирует мысли. Ну, раз есть Ветхий, то есть такой вот ненужный, тогда есть тот, что его заменил, отменил. Вот, это Новый Завет. И такого рода мнения, они всегда были в христианстве, всегда была тенденция, и отчасти она уместна, немножко принизить значение и богословие Ветхого Завета, потому что у нас есть более совершенное знание о Боге, выраженное уже в Новом Завете. Но, до какой-то степени, эта логика является уместной, и христианской, и верной. Но когда она доминирует, и когда мы сдаем Ветхий Завет в архив, в утиль, убираем его на чердак нашего церковного дома, то это уже начинается настоящая ересь, которая была названа в древности, во втором веке, ересью маркианинства, маркианизма, и осуждена всеми церковными писателями, всеми общинами, а потом всеми святыми отцами и соборами церкви, современной этой ереси, вот общинами, и последующих эпох. Итак, у нас Ветхий Завет, а у евреев, разумеется, просто Завет, просто Библия, которая называется вот в конфессии иудийской Танах, и такая аббревиатура, выделяются три буквы Т, Н и К, которые вот связаны с тремя частями канона книг Библии у евреев. Тора, Невиим, пророки, Ктувим или Кетувим, это писание. Поэтому первое отличие такое, что мы по-разному называем эти книги, и в этом разном наименовании их сквозит все-таки разная оценка, разная богословская оценка этого собрания разных сочинений. Дальше, конечно же, есть разный состав в наших Библиях, разный состав. За маленьким исключением, нюансом, я сейчас собой о нем скажу. Состав книг Ветхого Завета у протестантских церквей и иудеев, он идентичен, идентичен. Это вот во времена реформации, отцы реформации, Мартин Лютер, Жанн Кальвин, Цвингли, деятели реформации в Великобритании, на Британских островах, они взяли за основу своей Библии, протестантской Библии, узкий канон книг, принятый в иудаизме. Это 39 книг. А в традиции по отношению к протестантизму более древней, а именно церковной традиции, во времена ранней церкви, святых отцов и в современном католицизме и протестантизме присутствует более полный состав книг. То есть в нашем Ветхом Завете в православном издании или в католическом присутствует больше книг в этом собрании сочинений. Но вот такие довольно известные, например, Тавид, Юдив, Исфирь, книги Маковейские, книги Премудрости, это книга притчей Соломоновых и притчей Иисуса сына Сирахова, книга Варуха и так далее. Вот это вот лишь некоторый неполный список того, что как будто бы было добавлено к этому канону книг Ветхого Завета. Заметим одну очень важную вещь, что эта добавка случилась, впрочем, не в христианском контексте, точнее, не благодаря сознательному решению каких-то христиан. На самом деле это есть просто древний канон книг, расширенный канон книг Ветхого Завета, почитаемых писаний, который был принят в иудаизме диаспоры. Вот просто церковь, она восприняла и перевод, который был в этой диаспоре иудийской распространен септуагинту, и более широкий канон книг, который опять же в этой диаспоре иудийской читался, почитался, и вот считался частью священного канона книг, вот, еврейской Библии. Итак, поэтому второе отличие такое, что у нас больше книг. Да, замечу, что это вот наши добавки, скажем так, которые есть в наших канонах православном и католическом, называются в традиции церквей, выше названных книгами второканоническими или дефтороканоническими. То есть как будто бы есть канон, канон иудейский, он же протестантский, есть книги, которые добавлены, но тоже являются каноническими. Для протестантских ученых и в традиции протестантской эти книги называются апокрифы. Замечу, что смысл слова апокрифа применительно к канону Ветхого Завета и Нового Завета отличается, потому что книги, апокрифы, ветхозаветные, это есть довольно корректные богословские в богословском плане писания, которые ничем вероучительно не выделяются и они довольно респектабельные, такие состоявшиеся в отношении литературном и богословском сочинения. Когда же мы говорим о апокрифах новозаветных, то там, конечно же, как правило, мы имеем дело с разного рода такими экстравагантностями, касающимися либо литературной формы, либо литературного качества этих книг, либо своеобразного богословия, которое выражено в этих сочинениях. Дальше. Третье отличие, третий нюанс такой, что у нас и у евреев разный порядок книг. То есть, книги вроде бы более-менее одни и те же, но по-разному они расставлены в списке книг, входящих в состав Танаха, либо вот нашего древнего или первого, либо ветхого завета. Ну, у евреев все устроено по такому принципу троическому. Есть Тора, это есть пятикнижья по-нашему, есть пророки, куда евреи относят многое из того, что мы не считаем книгами пророческими, например, книги по-нашему царств, а у них это книги первая, вторая Шмуэля Самуила или первая, вторая царей, вот, например, это считается у них книгами пророческими. Мы же считаем эти книги книгами историческими. И в конце у евреев каноне присутствует так называемое писание, которое по одному островному выражению одного ученого вместили в себя все эти книги, которые не являются ни Торой, ни пророками. То есть, все, что ни Тора, ни пророки, то у евреев считается писанием, вот, в нашем христианском порядке книг он немножко другой. Ну, у нас начинается, как у иудеев, Библия с пяти книг, приписываемых Моисею, это пяти книжья по-нашему, по-еврейски Тора, а потом начинается у нас большой список книг, которые мы вот сгруппировали, традиция христианская сгруппировала под названием книги исторические, да, история, вот, это и книги царств, и книги паралипоменон, и книги под названием Эзра Неемия, бывают и маховистские сюда же, вот, добавляют вот этот, в этот блок, и книги христианские заканчиваются пророками. И в этом разном порядке вроде бы, ну, какая разница, как вот разместить, книги-то одни и те же, да, и могут читаться в любом, на самом деле, порядке. Но в этом особом расположении книг у нас и у иудеев прослеживается довольно важная богословская истина. Например, в традиции христианской заканчивается Ветхий Завет книгой пророка Малахии, а именно глава 4, стих 5, в этом стихе предсказывается пришествие на землю Ильи, пророка Ильи, который будет проповедовать, возвещать суд и так далее. Вот. И очень логично после предсказания о пришествии на землю пророка Ильи поместить рядом, как по факту и происходит, книгу Евангелия от Матфея, то есть Евангелия, Новый Совет, где и рассказывается о том, что на землю пришел Илья, но на самом деле не Илья, а Илья в образе Иоанна Предтечи. И тогда получается, что для христианского сознания, экзогеза христианской, главное в Ветхом Завете это есть пророчество предчувствия Мессии. Ветхий Завет рассказывает о Мессии Иисусе, о Христе Иисусе, и за этим Ветхим Заветом как будто бы сразу вытекает, начинается вторая часть Библии под названием Новый Завет. Ветхий Завет Мессию открывает, Новый Завет о Мессии уже рассказывает. У иудеев другая логика, заканчивается канон, список книг Ветхого Завета, ну, точнее, Танаха у иудеев книгой, которую называем мы Паралипоменон, а евреи называют эту книгу Хрониками, Хроники. Так вот, окончание книги Хроник, который вот этим фрагментом и оканчивается вся Еврейская Библия, там размещен указ царя Кира, Перса, который возвещает, что можно иудеям вернуться из плена обратно на родину. И тогда весь Танах рассказывает о другой истории, о том, что Бог создал вселенную, мироздания, звезды, тварей, земных и подводных, приспомыкающихся, и птиц, ради того, чтобы у иудеев была своя земля. Потом Бог избирает Авраама, делает из него народ и дает этому народу землю. Потом начинается вавилонское разное бедствие, вавилонский плен, иудеи лишаются своей земли, полная катастрофа, и конец Танаха, очень такой позитивный, очень такой радостный, евреи могут вернуться обратно, Бог возвращает им землю. Тогда земля, Хааратс, является то, о чем как раз рассказывает весь Танах иудеев. Видите, как получается, как по-разному можно книги распределить, и тогда смысл вот этого собрания обретает свои нюансы, или вообще другое обретает содержание. Дальше. Еще очень довольно важное различие Библии христианской и Танаха иудейского в том, что в традиции христианской всегда изначально очень большую роль играли переводы. Церковь тысячелетиями, столетиями жила, пользуясь Ветхим Заветом в таком переводном варианте, никакой беды в этом не видела. На востоке у греков была септуагинта, перевод, сделанный, впрочем, евреями, еврейскими переводчиками, на западе была вульгата, на востоке в Сирии у христиан-сирийских была пишитта, перевод на сиро-арамейский язык, у эфиопов был свой перевод, у грузин свой, у армян свой, у славян вообще ситуация интересная, это перевод перевода, наш перевод церковный славянский является переводом септуагинты. И никаких проблем церковь бытой связи не испытывала, даже протестантские конфессии при всей их любви к оригинальному тексту Ветхого Завета, к евриту, к еврейскому языку, все равно делают новые переводы на народные языки. У евреев ситуация с переводами другая, при том, что были эпохи, когда как раз евреи были переводчиками активными своего писания, своей книги, с большой буквы книги, и они были и создателями септуагинты, и они создали таргумы, и возможно некоторые книги из Пешитты сирийской тоже были переведены именно иудеями, но в дальнейшем века, может быть, 3-го, 4-го христианской эры возникает стойкое неприятие любых переводов для иудейского сознания, Библия может быть понята на том языке, на котором она была сообщена Богом пророку. Этот язык понятен, это, наверное, иврит, на иврите она была написана, на иврите ее нужно читать. Вот такое разное отношение к переводному такому инобытию, инварианту Танаха присутствует у иудеев и у христиан. Ну, разные еще одно отличие, это понятно, почему такое отличие есть. Конечно же, разные конфессии, разные тем более религии, они делают разные интерпретации одного и того же текста. Очень важная вещь. Текст не меняется, текст не правится, и мы не можем уличить ни переписчиков христианских, ни на масоретов иудейских в том, что они сознательно, теленаправленно пытались что-то изменить в тексте, и чтобы это была системная вещь, в угоду идеологии своей общины. Вот такого рода рассуждения являются довольно такими наивными или профанными. Ученые не подтверждают такого рода деятельности, как со стороны переписчиков христианских, так со стороны переписчиков иудейских. Нормальные религии, солидные, вообще такие состоявшиеся, они не занимаются правкой священного текста, они занимаются, уделяют очень большое влияние герменевтики, экзегетики священного текста. И вот, например, такой, можно, есть, конечно же, масса примеров, но примеры может быть самые известные, разные интерпретации образа страдающего раба Господнего, вот, раба Божьего из книги пророка Исаии глава 53. Ну, разумеется, когда мы читаем про этого страдающего раба Господнего, для нас все понятно, но, разумеется, речь идет о Христе, о том, что его и били, и кость его не была преломлена, и так далее, вот, невинный страдалец Христос, так понимают во все времена это место христиане, но для иудеев смысл другой, в образе страдающего раба Божьего выступает сам Израиль, вот, сам Израиль как община, вот, это тот народ, который является одновременно и рабом Божьим, и Божьим избранником, но при всем при этом он страдалец, он мучник, он народ гонимый, народ страдающий, страждущий, и вот такие разные интерпретации одних и тех же самых мест, свойственные отношению к Танаху и к Библии Ветхого Завета для христиан и для иудеев, это понятно, это закономерно. Дорогие друзья, и последние отличия, можно сказать, в литубедическом использовании делается акцент на разных частях того самого Танаха или Ветхого Завета. Для иудеев это в основном Тора, читаются отрывки недельные и комментируются они, для традиции христианской это, скажем так, пророки и псаломы. В церкви звучат на вечернем богослужении пророки и псаломы. В основном паримии берутся из пророков, читаются на богослужениях псаломы. Вот такие разные тоже акценты в дурическом использовании одного и того же сборника священных текстов присутствуют в синагоге и христианских церквях. Дорогие братья и сестры, вывод из этого моего с вами рассуждения таков. У нас примерно одна и та же Библия. Мы используем в нашем богослужении, в наших попытках узнать природу Бога и Его волю относительно каждого из нас, мы опираемся при всем при этом на примерно одни и те же тексты. Или вообще даже на одни и те же тексты. Мы пользуемся одним критическим изданием книг Танаха Ветхого Завета. Но при всем при этом в нашем использовании этих текстов, если мы являемся иудеями или христианами, есть свои нюансы, которые влияют на то, как мы толкуем одни и те же тексты одной и той же Библии. Дорогие братья и сестры, тема раскрыта, спасибо за внимание. Нашим помощником разговоре является, как и всегда, портал экзегет.ру. Не болейте.